Редакция телеканала ТВК продолжает разбираться в непростой истории 70-летнего Михаила Погуляй. Пенсионер пожаловался на то, что его супруга вместе с неизвестным дала на подпись бумаги, которые якобы сулят денежную премию. Однако вместо этого дедушка остался без квартиры. И теперь ему приходится жить во времянке у волонтера из клуба Добряков. Юрист с многолетним стажем Азиз Мурзабаев советует пенсионеру не терять время и обратиться в правоохранительные органы. После чего начать процесс восстановления всех документов, которые, со слов Михаила Ивановича, остались у жены, а потом обратиться в ЦОН. Это поможет ему выяснить, какой документ он подписал в тот злополучный день. После того, как он получит удостоверение личности, с этим документом он может пойти в ЦОН, в ЦОН получить справку о зарегистрированном, о наличии движимого и недвижимого имущества. Соответственно, в справке, если эта квартира была отчуждена у него, если эта квартира до этого принадлежала ему, в справке будут данные, сведения, на каком основании данное жилье было отчуждено у него. Либо это доверенность, либо это договор дарения, либо это договор купли-продажи. Соответственно, все данные в базе юстиции эти-то есть. Совершить какую-либо сделку без нотариуса, по словам юриста, невозможно. Поэтому, если в момент подписания документа нотариус не присутствовал, мужчина может подать иск в суд с признанием совершенной сделки недействительной. Гражданский кодекс это позволяет. Статья 159, 157 регламентирует порядок совершения сделок. Опять-таки, что касается недвижимости, то если сделка была произведена в отношении недвижимости, то здесь требуется нотариальное удостоверение. Опять-таки, здесь возникает вопрос, как он отчуждал это имущество. Если по доверенности, то опять-таки, при совершении их действий должно быть обязательно присутствие нотариуса. Нотариус всегда должен разъяснить лицу, выдающему доверенность, последствия. Но, судя по этому, исходя из его слов, нотариуса никакого не было, то, соответственно, такая сделка, можно ее признать в суде недействительной. Полиция, по словам правозащитника, должна принять заявление даже при отсутствии удостоверения личности. К примеру, обратившись к участковому, можно проверить пострадавшего по специальной базе данных. На примере этой истории мы хотим напомнить жителям города, быть внимательнее при подписании документов и совершении сделок.